Тем временем в Югре завершилась внеплановая проверка внутридомового газового оборудования. Напомню, что такое распоряжение дала губернатор округа Наталья Комарова сразу после трагедии в Магнитогорске, где во время взрыва бытового газа в жилом доме погибли десятки человек. В домах жителей Ханты-Мансийска специалисты также проверили состояние газового оборудования. Сегодня мой коллега Михаил Малеев побывал в одном из таких рейдов. На руках манометра сейчас на нем показывает 1,6 кПс. Сейчас будем настраивать до 2,5 кПс. В этом процессе важна каждая деталь, даже если она кажется с первого взгляда незначительной. Газовое оборудование всегда должно быть в идеальном состоянии, иначе могут быть непоправимые последствия. В этом доме проверка началась с газораспределительного пункта. Мы проверяем на герметичное соединение внутри него, также проверяем давление на регуляторе. Вот он стоит, как он ведет себя, как он работает. Тут потому что идет у нас давление 3 кг, а здесь уже на выходе мы даем на потребителя на целых 2,1 кг. Поэтому проверяем, чтобы это давление не сбилось и потребителю не пошло в дом больше. А почему нельзя больше? Потому что иначе утечка начнется. На этом газораспределительном пункте на резьбовых соединениях возле крана была утечка газа. Специалисты ее тут же оперативно устранили, а также отрегулировали давление. Сразу после проверки газораспределительного пункта специалисты обходят все квартиры и осматривают внутридомовые соединения и плиты. Правда, не все жители относятся ответственно к таким проверкам. Жители по-разному реагируют. Бывает, которые даже не пускают, чтобы проверить газовое оборудование. Но в основном люди относятся с пониманием. Пускают в квартиры, все. Специалисты уверены, что подавляющее большинство аварий связаны с пресловутым человеческим фактором. Хотя подобные проверки много времени не занимают и никаких усилий от самих жильцов не требуют. Чтобы правильно провести техническое обслуживание оборудования, необходимо полностью отключить жилой дом от газа. К примеру, на этот многоквартирник, чтобы его проверить, специалистам понадобилось немногим более получаться. Так что особых неудобств местные жители не испытали. За короткое время в Ханты-Мансийске внеплановую проверку внутридомового газового оборудования прошли более 170 домов. Остальные совсем недавно также были обследованы специалистами, но уже в плановом режиме. Основная проблема при эксплуатации газового оборудования – это несоблюдение инструкции по безопасности пользования газов в быту. Это непредоставление доступа при техническом обслуживании, отсутствие вентиляции в помещении. То есть закрывает вытяжные каналы, приточные каналы вентиляции и оставляет работающие газовое оборудование без присмотра. В итоге неплановая проверка газового внутридомового оборудования в окружной столице каких-либо значительных неисправностей не выявила. И это говорит о надежной работе соответствующих служб. Михаил Малеев, Кирилл Навьюхов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Михаил Малеев, Кирилл Навьюхов, телерадиокомпания «Югра».